Наталья Коробейникова одна из тех, кто не оставляет улик. За своим питомцем лаки старается всегда убирать. Для коричневых сюрпризов своего любимца покупает специальные биоразлагаемые пакеты. Безусловно, нужно убирать за какашками собак. Убирать это все, потому что вот эти мины это самое ужасное. За маленькими собачками в основном, конечно же, убирают их хозяева. В основном не убирают за большими собаками. И тогда ты идешь, у тебя как бы минное поле под ногами. Почему за большими не так активно убирают, как за маленькими? Ну, я думаю, объем большой. Не унесут? Не унесут. В этом году аналитики побывали во всех городах страны. Больше всего фекалий домашних животных обнаружили у нас в Барнауле. После того, как город прославился на всю страну, горожане, общественники, экологи схватились за голову. Начали активно думать, как решить проблему. Чтобы не было продуктов жизнедеятельности животных на улице, нужно создать места для выгула, специализированные места для выгула животных. Сейчас, конечно, многие скажут, вот, будем еще мы на это задумываться об этом. Но это необходимо, как сделают в цивилизованных странах. Ну и, конечно, владельцам животных, я сама являюсь владельцем собаки, могу посоветовать только, что необходимо убирать за своими питомцами. Но убирают единицы. И во многом потому, что мера ответственности не прописана на уровне закона. Если хвостатый на дело и дел в парке, то можно нарваться на штраф от 500 до 3000 рублей. Но если во дворе, тротуаре, то владелец останется безнаказанным, поясняют эксперты. На сегодняшний день получается так, что конкретно, ну, вины и правонарушения, которые вот в результате ненадлежащего недосмотра, может быть, за домашними питомцами, которые вот в ходе выгула, там, свои надобности исполнили и хозяин за ними не убрал, ну, на сегодняшний день не усматривается. Совсем скоро в Барнауле пробьется первая трава. Искроют весенние подснежники. Визуально город преобразится. Но для кардинальных изменений нужно прививать эко-культуру. А тех, кому привить ее не удается, наказывать рублем. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. 1 апреля.